Трасса 101 Приветствую! В эфире Трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. В России может появиться единая электронная база данных водителей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Сердюк. По его мнению, наличие базы будет выгодно в первую очередь автомобилистам. К примеру, кто-то из нас забыл дома документы на машину или один из документов. Встреча с инспектором. Он, говорит парламентарий, в оперативном порядке сможет проверить, есть в принципе у данного водителя документы или нет. Итог – сохраненные нервы и время. А еще деньги, которые, возможно, пришлось бы давать гаишнику в качестве взятки. Трасса 101. Российское правительство продлило на первое полугодие 2016-го программу поддержки спроса на новые автомобили. Как рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, это и льготные лизинги, и льготное автокредитование, и программа утилизации, и система трейд-ин. На все про все из бюджета страны выделено порядка 20 миллиардов рублей. В 2015-м на эти цели израсходовали более 43 миллиардов. В результате было реализовано 600 тысяч машин. В 2016-м году в России начнутся продажи кабриолета на базе престижного кроссовера Range Rover Evoque. Начальная стоимость автомобиля составит 4 миллиона 97 тысяч рублей. Он оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 240 лошадиных сил и девятискоростной автоматической коробкой передач. Тканевый верх с электроприводом можно складывать или поднимать на скорости до 50 километров в час. В машине имеются разнообразные системы безопасности, в том числе адаптации к дорожным условиям. Трасса 101 Компания Ford получила патент на необычное автомобильное колесо. Будучи снятым, оно может быть преобразовано в моноцикл. В само колесо встроены аккумулятор и электродвигатель. К нему присоединяется специальная рама с сидением и рулем, которая легко помещается в багажнике. Остается лишь откинуть ножки, и все, можно отправляться в путь. По задумке американцев, такое транспортное средство пригодится для того, чтобы передвигаться по городским районам с узкими улицами. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101